МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже спустя час движение по нему остановили. Розенбаум, Долина и другие ВИПы, как в Косихе отметили рождественские чтения. Более 300 спасателей борются в эти минуты с огненной стихией в Угловском и Михайловском районах. Пожары разбушевались в конце прошлой недели в Угловском районе, конкретнее в селе Лаптифлок, и огонь едва не подошел к населенным пунктам. А накануне крупный пожар возник в Михайловском районе. Очаги возгорания огнеборцы ликвидируют до сих пор. Переходы огня на населенные пункты спасатели не допустили. Никто из жителей не пострадал, пояснили специалисты. Оставшиеся очаги в Угловском и Михайловском районах ликвидируются в глубине леса. Со стихией сегодня борются 350 человек и почти 120 пожарных машин. Для обеспечения безопасности соселения предпринимаются необходимые превентивные меры. Организованы СМС-оповещения и подворовые обходы домовладений. Три дня в зоне, охваченной огнем, работал самолет «Амфибия» Бе-200ЧС, который произвел 12 сбросов воды в общем объемом 108 тонн. Работа по тушению огня усугубляла жаркая погода, которая сопровождается сильными порывами ветра в районах. На сегодняшний день выгоревшая территория составляет около 3,5 тысяч гектаров. Завтра наша съемочная группа выезжает в районы, охваченные огнем, и готова рассказать подробности. Из-за аномальной жары, которая, по данным синоптиков, установила в регионе новые температурные рекорды, на западные районы края обрушился ураган. Так, сегодня в результате стихии повреждено несколько линий электропередач, и 9 районов в регионе остаются без электричества. Точные причины обрыва уточняются. Однако вот такие кадры нам прислали из Михайловского района. Везде кучи града лежат, вода просто ручьем течет с огорода, огород весь в воде. По словам местных жителей, такого мощного урагана они давно не припомнят. Град размером с перепелиное яйцо побил стекла в здании школы, изрешетил шифер на домах, разбил пластмассовые ведра и нанес большой урон посадкам. Люди шокированные и боятся предположить ущерб урожаю. К этой теме мы вернемся в завтрашнем выпуске. Наш следующий сюжет тоже о последствиях стихии, правда водной. Так, один из домов, который находится в советском районе, может в любой момент уплыть. Жилое здание стоит на краю обрыва, всего в 10 метрах от края берега. Его вот уже несколько лет подмывает река Катунь. Она уже унесла несколько построек. Многие семьи опасные дома покинули, но в одном из них продолжают жить пенсионеры. Каждый день они с тревогой наблюдают за тем, как обрыв приближается к ним. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Сейчас, значит, 85 лет, 86 подходит. А они не расстраиваются. Я говорю, да, все равно помирать. Речку унесет, похоронят там где-нибудь. С такими мыслями двое пенсионеров живут уже четвертый год подряд. Они переехали в этот дом в 2016-м, но спокойно в новом здании прожили всего год. После стало очевидным, что после наводнения в 2014-м свое русло изменила Катунь. Она сантиметр за сантиметром забирала у Читы участок. И берег, на котором пенсионеры полюбили отдыхать, в итоге начал обрушаться. Туалет был, стоял, ушло, баня была, ушла, водой унесло. И если от забора до обрыва у пенсионеров расстояние всего метра 8, то рядом ситуация еще хуже. Соседние семьи были попросту вынуждены покинуть свои дома. А на их месте сейчас либо бетонное основание, либо даже его остатки. А от некоторых домов не осталось и следа. Они полностью ушли в Катунь. Да, это была плита, на которой раньше стоял дом. Под ней пропасть. Больше всего берег подмывает в марте-апреле. В это время происходит обильное снеготаяние. Уровень воды поднимается, протока реки расширяется и тем самым подмывает берег. В этом случае даже заброшенные дома уходят под воду. На берегу его унесет. Еще будет наводнение его унесет. Пенсионерам тоже что-то нужно срочно решать. Местные власти могли бы переселить их в другой дом из маневренного фонда. Но для этого нужна местная прописка. А ее нет. Владимир и Галина переехали в дом сына, как пошли на пенсию. Сейчас документы на стадии оформления. Но есть риск, что ситуация обрушением берега может ухудшиться в любой момент. На сегодняшний день ведется подбор организаций, которая будет заниматься производством проектно-изыскательских работ, связанных именно с изменением русла реки, берега укреплением. На этой цели правительством края выделено почти 6 миллионов рублей. Данные работы могут выполнять только специализированные организации, потому что воздействия на природу могут быть значительные. И здесь нужно правильно выбрать направление работ. Какую именно конструкцию предусмотреть, которая позволяет реке правильно повернуть свое русло. Варианты могут быть разные, чтобы не навредить природе. Но эта работа должна быть выполнена еще в 2021 году. Глава района признался, не уложились сроки создания проекта по укреплению берега. По его словам, постоянное изменение рельефа обрыва. И сейчас документы переделывают. А это время. Глава района заверил, что обрушение оценивает лично. Остается надеяться, что подготовить бумаги успеют быстрее, чем в дом пенсионеров уйдет под воду. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в районе дома быта заработало второе трамвайное кольцо. По нему уже проехали первые трамваи в 5 часов утра. И уже через час движение было остановлено. В мэрии пояснили причину неполадок – проблемы контактной сети из-за перепада температур. На месте работали ремонтные бригады горы электротранса. Движение удалось запустить в 11 часов. Мы планировали сделать это разворотное кольцо, дабы облегчить, в какой-то степени, немножко облегчить те проблемы, которые возникли перед горожанами. Пока мы идем по плану, идем в графике. Пока нет сомнений по исполнению строителями тех контрактов или тех обязательств, которые на сегодня взяты. Напомним, первое разворотное кольцо появилось в конце мая на новом рынке. Движение по второму кольцу планировали запустить 1 июля, однако работы были выполнены с опережением графика. Кольцо длиной почти в 200 метров смонтировали меньше, чем за две недели. А вот мост на новом рынке построят к концу 2023 года. Реконструкция путепровода на проспекте Ленина продолжается. С закрытия моста прошло чуть больше месяца. За короткий срок властям удалось полностью перестроить работу всего общественного транспорта Барнаула. Но как оценивают новую организацию движения общественники? Об этом в нашем сюжете. Высокими темпами прямо к цели. Реконструкция моста на новом рынке продолжает набирать обороты. Всего за месяц удалось демонтировать всю контактную сеть. 90% несущих конструкций на трехпролетном путепроводе и 40% на восьмипролетном. Построили два разворотных трамвайных кольца и организовали схему движения в объезд объекта. Сотрудники ГИБДД и профильное учреждение МУП «Центр Транс», также и наши краевые коллеги из министерства, в принципе, все жители, которые направляли нам колоссальное количество предложений, замечаний, мы учитывали их в работе, редактировали циклы светофоров, добавляли какие-то новые поворотные секции, отрабатывали по запрету и разрешению парковочных мест. На сегодняшний день значительно уменьшились пробки в час пик с 9 баллов до 5,5. Кроме того, благодаря выделенкам некоторые маршруты общественного транспорта стали двигаться даже быстрее, чем до реконструкции объекта. Оценить этап ремонтных работ приехал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Таких примеров в России нет, чтобы делались подобные проекты по путепроводам, запускался бесплатный тариф, делались выделенные полосы. Здесь видно, что системная работа ведется, и это не такое решение, мы закрыли мост, как хотите, так и добирайтесь. Здесь все-таки сделано на опережении, и в сторону граждан очень много решений. Удачным ход ремонтных работ считают и в общественной палате города. Еженедельно глава города, либо его заместитель, проводит здесь на мосту мероприятие контрольного характера. И это тоже люди видят, видят заинтересованность власти. И члены общественной палаты сегодня дают очень высокую оценку тем темпам, которые сегодня мы видим. Напомним, проезжую часть путепровода расширят до шести полос. Шире станут и тротуары, до трех метров. Завершить реконструкцию моста планируют к ноябрю 2023 года. София Иценко, День с толком. В историческом центре краевой столицы разгорается скандал. Землю и право пользования ею не могут поделить два барнаульца. Инвестор, что реставрирует купеческий особняк, и последняя квартирантка в соседнем доме. По словам женщины, инвестор захватил ее участок, чтобы выжить ее. Так ли это? Смотрите в сюжете. Ее выживают, уверена Светлана Титова. Она последний жилец этого старого дома, а прогоняет ее, по мнению женщины, сосед. Купеческий особняк рядом выкупил и реставрирует юрист Александр Шалаев. На его участке стройка, а на ее построил туалет для своих рабочих и сеет газон. Вот то, что мне вот это вот милостивый барин разрешил. То есть вам выделили две обрядки? Да, да. Здесь жила мама женщины. В прошлом году она умерла, и Светлана вступила в наследство одной из четырех квартир дома. Переехала сюда. Другой собственности у нее нет. Нет ни отопления, ни воды, ни канализации. Даже соляной ямы нет. Скоро с женщиной познакомился сосед-реставратор и стал предлагать ей покинуть квартиру. К этому времени с одним собственником этого дома мужчина уже вел переговоры о покупке жилплощади. С другим был в дружеских, по словам Светланы, отношениях. Женщине же он предложил переехать в студию в нежилом помещении. Она уверена, он хочет завладеть всем домом и использовать ее участок как подсобный. Когда он предлагал вот эти 650 тысяч, 630 плюс 20 адвокатских, потом вот эту убитую хрущевку и остальное, я ему сказал, однокомнатную хрущевку в любом районе города без большого ремонта. То есть больших запросов не было. И еще одну четвертую квартиру дома, пояснил нам сосед, он оборудует под себя. Так как участок был не размежован, пользуется землей на общих со всеми правах. Поставил гараж, новые туалеты, садит газон. Мне надо повесить веревку здесь для белья, сушить. На второй день появился вот этот хлам. Собственник соседнего участка, юрист Александр Шалаев, давать комментарий отказался, но эмоционально дал понять, что не пытается выжить свою соседку. А облагораживает участок он, потому что владеет одной из квартир в этом доме, как и, собственно, она. А для чего ему это? Для того, чтобы сорняки из этого огорода не переходили на его и чтобы его рабочим было где жить. Ну а как там будут жить ваши рабочие? Да вот мне этого хватит. Это не для рабочих, это для моих родственников. А вот она считает, что вы ее выживаете прямо? Каким образом? Это она меня выживает. В мэрии нам пояснили, Шалаев собственником квартиры этого дома не является. И тогда вопрос к тому, от чьего имени он распоряжается землей. В случае недостижения соглашения между собственниками помещений многоквартирного дома по владению и пользованию земельным участком, порядок пользования устанавливается судом. Куда Светлана и планирует обращаться. А еще она намерена взять участок в аренду, чтобы затем его обменять, продать или подарить, а не остаться с носом. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Около 300 компаний примут участие в ежегодном агропромышленном форуме Алтайского края. День сибирского поля 2022. Это рекордное количество представителей сельского хозяйства на площадке за всю историю форума. Под него отвели порядка 35 гектаров для комфорта гостей. К масштабному мероприятию в Сибирском агропарке возвели несколько новых объектов. А на многочисленных ярмарках продукции алтайских производителей можно будет продегустировать сыр, колбасу, напитки и многое. Также в рамках мероприятия пройдет круглый стол, где обсудят особенности инфраструктуры по развитию производства органической продукции в регионе. Добавим, форум пройдет 29 и 30 июня. Теперь у детей микрорайона Затон есть удобное и современное место для отдыха, причем на свежем воздухе. Там торжественно открыли детскую площадку, которую благоустроили в рамках проекта инициативного бюджетирования. Кто помог и что еще в планах у жителей поселка? Смотрите далее. Качели, машинки, турник с канатом, асфальтированные дорожки для катания на велосипедах и самокатах, для детей раздолье, но и взрослые довольны, что удалось реализовать важный и нужный проект. Это не просто комфорт для наших ребятишек, это не просто место, где они будут собираться, приходить и общаться. Это еще и некий символ заботы государства, заботы единой России, которая увеличила бюджет на все социальные проекты в этом году на треть. Проект инициативного бюджетирования предполагается финансирование. На этот раз там благоустройство, а теперь тут есть и урны, и скамейки, потратили миллион рублей. 95% средства бюджетные, 5% собрали жители Затона. Участвовало порядка 80 человек, которые сдавали деньги, это разные совершенно суммы. Мы были рады всему, благодарили всех и вся, не ожидали такого отклика. Позитив, конечно, переполняет нас. Площадка точно не будет пустовать, ведь в Затоне живут почти 500 ребятишек. Многие пришли и на торжественное открытие. Благодаря активным жителям микрорайона и партии «Единая Россия» удалось благоустроить вот такую хорошую детскую площадку, которая пользуется большой популярностью у маленьких жителей района. А у родителей уже зреют новые планы. В первую очередь они хотят поставить забор, чтобы оградить площадку от дороги. Надеются, что эту и другие идеи им помогут воплотить жизнь. Волонтер из Алтайского края вернулся из Донбасса. Евгений Губанов стал первым добровольцем из нашего региона, который смог попасть на эту территорию. Чем занимались волонтеры в ДНР почти месяцы и почему Евгению пришлось взять позывной – об этом в следующем материале. Евгений Губанов – первый волонтер из Алтайского края, которому удалось побывать в Донбассе. Вместе с другими добровольцами со всей страны в середине мая парень отправился в поселок Володарское. Волонтеры шли за российскими войсками, работали на освобожденных территориях. По траве боялись ходить, потому что мало ли растяжки, мины, что-нибудь такое. Ну и получается, когда в магазины ходили, как бы группой и то с рацией, как бы придумывали себе позывные, так как бывает прослушка. У вас какой позывный? Кадет. Почему? По словам Евгения, в ДНР волонтеры разбирали завалы после бомбежек, развозили гуманитарную помощь, разыскивали пропавших без вести местных жителей и помогали хоронить погибших. Утром, так называемые, пришли люди, подняли, как бы, так называемые, мини-ЧП было. На детской площадке обнаружили противопехотную мину, хорошо, как сказать, замаскированную, а там дети играют. Позвали комендатуру, обезвредили, как бы, ну хорошо, что это был муляж. Приходилось даже такие, как бы, работы, как сказать, с похоронами задействовать. То есть у нас там, когда в лагерь спортивный «Спартак» приехали, там в бассейне две собаки мертвых было, а золота там дистанцировались. Ну и, получается, как сказать, захоронили, что так же, по-человечески. Команда Евгения вернулась домой в полном составе. Сразу после возвращения на родину добровольцы предложили стать вторым командиром краевого поискового отряда в Карелии. В командировку парень отправится в июле. А что касается ДНР, наверняка эта поездка была не последняя. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Тысячи гостей и жителей края собрались в минувшие выходные в Косихе. Там прошли рождественские чтения. Их на этот раз отметили масштабно. Известному поэту и нашему земляку в этом году могло исполниться 90 лет. По этому случаю Екатерина Рождественская, дочь поэта, приехала на Алтай с двумя сыновьями и внучкой. Такая вещь. Это начало 70-х. Представьте себе, здесь кресло стоит, пепельница наполненная кортами, сидит отец и нервничает. Иногда вскрикивает, но очень тихо и, наверное, внутренне, потому что так он не кричал. Поэт обожал футбол и был страстным болельщиком. В подарок мемориальному музею его дочь Екатерина преподнесла тот самый телевизор, который смотрел отец. Говорит, долгое время он пролежал на чердаке. Теперь в музее есть также детские грамоты поэта, его переписка с издательствами и личная сумка. На фестиваль в Косиху приехали также известные музыканты Александр Азенбаум и Лариса Долина, которые отметила, что стихи поэта просто идеально гармонировали с музыкой. И это дано не каждому. Это редкий дар, потому что есть такие случаи, когда музыка отдельно, стихи отдельно. К сожалению, такое бывает. У Роберта Ивановича было все очень слаженно. Он дружил с композиторами, для которых писал стихи. И все его песни народ любит, знает, это золотой комп. Для гостей организовали экскурсию по мемориальному музею. Правнучка Полина с удовольствием фотографировалась с экспонатами. А поклонники поэта облюбовали его памятник, созданный известным скульптором. Мы с вами только что были возле прекрасного памятника Роберта Ивановича. Я думаю, что создание Зураба Царетели, есть его произведение искусства не во всех городах, а здесь, в Косихе, в одном селе, есть такой памятник. Губернатор поздравил всех с юбилеем Роберта Рождественского и рассказал, что победителем конкурса премии нашего земляка стал нынче поэт из Крыма Андрей Дмитриев. К сожалению, приехать на торжества он не смог, но награду ему обязательно вручат. А потом все пришли в яр любви, место, которое дочь поэта считает лучшим в мире видом. Таких 100-метровых берез поделилась Екатерина, она не видела нигде в мире. Татьяна Голубева день с толком. Субтитры создавал DimaTorzok